МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судили вопросы, касающиеся организации в Арцахе седьмых всеармянских летних игр. В рейтинге свободы слова в мире Армения улучшила свои позиции, занявшие 61 место. Репортеры без границ. Гледес Береджик-Лян выступит с речью на вечере памяти жертв-геноцидов против армян. Власти Сирии призвали к сотрудничеству по восстановлению страны. Пост предармении при ЮНЕСКО принял председательство в группе франкофонии. Один из двух подозреваемых, которые пытались продать исторические ценности в провинции Муж Западной Армении, были арестованы. Во время обыска автомобиля подозреваемого обнаружили исторические ценности эпохи Урарту. Металлическую скульптуру римской эпохи. Найдены ножи, скульптуры, женские браслеты, различные предметы из серебра и бронзы. Украшения. Все найденные предметы конфискованы. Как указано в статье 3 президентского указа, в котором говорится, что 24 апреля во Франции объявляется национальный день памяти жертв-геноцида, совершенного против армянского народа, премьер-министр отвечает за исполнение указа, в котором уточняется историческое, официальное и национальное измерение празднования 24 апреля во Франции. Тем не менее, как указано в статье 2 настоящего постановления, руководители общин и представители республики протокол должен быть подготовлен при полной консультации всех сторон именно по этой причине. Национальный совет Западной Армении начал подготовку к мемориальным мероприятиям, которые состоятся 24 апреля в 18 часов перед статуей Комитаса на площади Канады. Кроме того, указ президента Макрона сегодня имеет унитарное и исключительное измерение среди армянского населения во Франции, которое будет представлено всеми своими национальными компонентами Западной Армении и Республикой Армении, а также армянским сообществом. Сегодня можно отметить, что эта официальная церемония своим стандартом и по президентской воле открывается завесу, чтобы прославить историю, правду и справедливость, особенно для Западной Армении. Действительно, 24 апреля 2019 года станет историческим днем. 18 апреля президент Республики Арцах Бакоса Акиан принял делегацию возглавляемого председателем Международного комитета всеармянских игр Ишханом Закаряном, сообщает пресс-служба президента Арцаха. Были обсуждены вопросы, касающиеся организации в Арцахе седьмых всеармянских летних игр. Во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян и другие должностные лица. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг уровня свободы слова в стране и мира, в котором есть упоминания и об Армении. В целом, в доклад включены 180 государств, среди которых Армения занимает 61 место. К примеру, в 2017 году Армения была на 79-й строчке с 30-38 баллами. Наша страна из стран региона уступает только Грузии, занявшей 60-е место. Что касается Турции и Азербайджана, то они находятся на 157-м и 166-м местах соответственно. Худший показатель в регионе у Ирана, который находится на 170-й строчке рейтинга. Между тем, Российская Федерация занимает 149-е место. В первой десятке рейтинга следующая картина. Норвегия, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Дания, Швейцария, Новая Зеландия, Ямайка, Бельгия и Коста-Рика. Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глейдис Бериджиклян выступит с речью на вечере памяти жертв геноцида против армян 24 апреля в 104-ю годовщину геноцида против армян и других христианских меньшинств в Османской империи. «Для нас большая честь, что вечер памяти геноцида против армян будет отмечен присутствием премьер-министра», заявил исполнительный директор Армянского национального комитета Австралии Айк Кайсерян. На мероприятии, организованном австралийским комитетом, памяти жертв геноцида также выступит вице-президент Международной ассоциации и следователь геноцида доктор Мелани О'Брайн. Министр туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини призвал международные организации и все мировые сообщества к активному сотрудничеству по восстановлению страны. По словам чиновников, Сирии создают список древних памятников, в восстановлении которых возможно взаимодействие с международными организациями. К участию в восстановлении страны Мартини пригласил всех желающих. «Мы приглашаем всех желающих» по линии ЮНЕСКО. «Подключаются даже неправительственные организации, например, волонтерские движения из Западной Европы», сообщил министр. Он выразил надежду на расширение сотрудничества с интересованными сторонами ради полноценного восстановления страны. Постоянный представитель Армении при ЮНЕСКО посол Кристиан Терстепанян впервые председательствовал на пленарном заседании группы «Франкофония» в ЮНЕСКО, в котором приняли участие 79 стран-членов. Об этом новости Армении Ньюс.эм сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении. В начале заседания представитель Армении от имени группы выразил французской делегации сочувствие в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. В ходе встречи посол Терстепанян подчеркнул важность развития сотрудничества между ЮНЕСКО и Международной Организацией Франкофонии, заверив, что возглавляющая группу армянская делегация будет работать над сотрудничеством между двумя организациями. Он также представил события, запланированные на период председательства Армении в группе Франкофонии, в том числе мероприятия в память о Шарле Азнавуле в 2019 году. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Гутани Ерк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!